В этом театре можно ходить между рядов, не воздерживаться от фото и видеосъемки, шуметь как можно больше, аплодируя, подпевая и выкрикивая, а еще ненадолго оказаться внутри спектакля. Уже бывалые участники фестиваля команды театра «Пластилиновый дождь» представила публике несколько работ. Это мистическая постановка «Обряд», основанная на легендах и мифах, а также спектакль «Шествие между завтра и вчера». То есть между завтра и вчера, то есть это сегодня получается. Как раз показывается, что мы можем пройти, какие истории с нами случаются на всем нашем жизненном пути. Юмор – это такой пластилин, через который можно, я считаю, делать все, тем более о драме, конечно же. Потому что иногда люди смотрят, им иногда неинтересно смотреть только конкретно о драме. Всегда нужен юмор. Также жить веселей. Участница самарской труппы Юлия – экономист по образованию, но актриса по призванию. Она увидела выступление артистов, прошла кастинг и уже пять лет девушка оперирует не цифрами, а пантомимой, драмой и комедией. Юлия, можно сказать, наголову выше остальных, а то и больше. Она не просто играет роли, а делает это на ходулях. И прозвище у нее под стать – «Космос». Это ходулия называется. Мы их сами делаем. В них очень удобно ходить. Учение, что вы выше всех каковы? Конечно. Очень удобно. Смотреть на всех ходу. Ну, да, так интересно, да. Страсти, любовь, смерть, воскрешение – все это, по словам актрисы другого театра, есть в улиточной рапсодии. Персонаж Заяц Толстый или просто Полина когда-то не поступила в театральный институт, но это еще быстрее открыло ей дорогу в актерский мир. Она попала в лабораторию при театре и стала актрисой уличного жанра. Уличный театр прекрасен тем, что он для всех. То есть все-таки в нашем, по крайней мере на нашем постсоветском просмотре, по шпранству, поход в театр воспринимается какой-то праздник. И, соответственно, впечатления должны быть такие же. А уличный театр находит тебя сам. Ты стоишь на улице, и он приходит к тебе. И, соответственно, от него никаких ожиданий таких не может быть следовательно. Он более доступен для людей, даже для воздействия на людей. Ее труппа – новый участник фестиваля «Легкие крылья». Сама артистка в первый раз приехала в Татарстан. И это приключение, по ее словам, незабываемо. Очень нравится. Невероятный город. Я первый раз в Татарстане. Это невероятное приключение. Нам очень нравится. Фестиваль очень организованный. Очень много интересных театров. Очень жалко, что из-за того, что мы играем, мы не успеваем посмотреть других, потому что смотришь на программу и хочется сходить на всех. А ничего не успеваете. И это очень жалко. В фестивале участвовало 16 театров большими и малыми труппами и даже в лице одного артиста. Все со своими номерами, историями, эмоциями и жаждой новой встречи. Привет. Очень хороший город. С удовольствием. Я уже второй раз сюда приезжаю. В восторге. Еще хочу приезжать. Долго-долго. И каждый зритель театрального праздника солидарен со старым шарманщиком. Катерина Машинцева, Ильнур Залятов. Новость Юго-Востока.